Я должен сказать, что это наш второй уже опыт представления материалов о поддерживающей терапии. Вообще, я должен сказать, что это направление, благодаря Российскому обществу клинической онкологии, активно набирает свои возможности не только в России, но и мы стали узнаваемы за рубежом. И я хотел бы представить материалы конференции, которые прошли в том году. Вы знаете, ноябрьская конференция была посвящена вопросам поддерживающей терапии. В этом году в мае была крупная конференция по поддерживающей терапии в Москве. И сейчас буквально закончился симпозиум по поддерживающей терапии, который проходил в Копенгагене. Это симпозиум международной ассоциации по поддерживающей терапии. Такая ассоциация существует, куда входят все страны и где можно непосредственно обменяться опытом. Свою презентацию я построил согласно разделам и прошу сразу прощения за то, что будет избыточное количество английских слайдов. Но это связано с тем, что мы только что вернулись к конференции, еще не успели адаптировать материал на русский язык. Но я его буду пояснять своими комментариями. Я думаю, что мы с вами активно справимся с работой. Первый раздел, на который обращают внимание все исследователи, которые занимаются поддерживающей терапией, это взаимосвязь ожирения и прогрессирование заболевания. Очень большая плеяда работ, которая выходит на сегодняшний день, обращает внимание онкологов на то, что действительно изменился сам подход и сам профиль онкологических пациентов. Если в эпоху Микеланджело мы говорили о таком профиле существующих больных, то в нашу эпоху Макдональдса мы, к сожалению, видим совершенно другую позицию, о которой мы должны помнить. С чем это связано? Оказалось, что жировая ткань и возникающее ожирение вступают в определенные взаимодействия с опухолью, которые могут вызывать прогрессирование. В частности, выделяют определенные вещества, это могут быть интерлекины, это могут быть цитокины. Очень активное взаимодействие осуществляется с лептинами, с эстрогенами и другими факторами. Всё это так или иначе, вступая в микроокружение с опухолью, способствует её прогрессию, увеличению злокачественного потенциала и таким образом либо уход от эффективности лечения, либо потенцирование развития метастазов или развития резистентности. И очень большой каскад работы, я буду их пролистывать очень быстро, подтверждает эту теорию. Вы видите, что в частности у пациентов раком предстательной железы, чем выше был индекс массы тела, тем выше, чаще регистрировался биохимический рецидив, то есть увеличение уровня ПСА на фоне проводимой терапии. Очень большой объём был представлен для пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Видите, что у них хуже результаты безрецидивной и общей выживаемости в случае развития ожирения. И, конечно же, самой большой моделью, которая изучает это явление, является рак молочной железы. Вы видите, что большой метаанализ 2010 года, который был шикарно представлен на конференции, показывает, что действительно в группе пациентов, у которых есть ожирение, результаты выживаемости гораздо хуже, чем в группе пациентов, у которых не страдают ожирением. Очень интересными оказались данные всё же по влиянию ожирения и интенсивности лечения. Оказалось, что ожирение способствует снижению интенсивности лечения. Вот мы знаем, такой есть показатель интенсивности лечения 85%, который следовался ещё в 1997 году в исследованиях Бонадонна, вы знаете, с циклофосфаном, метрексатом и 5-2-рацилом. Было показано, что ожирение способствует увеличению риска недостаточной интенсивности лечения именно в адювантной терапии, что может сопровождаться снижением общей выживаемости. Следующий раздел – это дерматологические реакции. Вы знаете, что с приходом таргетной терапии, дерматологические реакции, которых мы знали очень и очень немного, ну, может быть, наиболее часто мы встречались на фоне гемцитабина, сейчас это, в общем, для нас, если не что-то необычное, то, в общем, очень часто встречаемся. И я должен сказать, что наши новые препараты, в частности, иммунотерапия, наша революция, о которой мы говорим, к сожалению, не обходит этот раздел своим вниманием. Вы видите, что достаточно частая частота и сыпи, и зудов, и витилига, если используется комбинированная терапия, то может быть и крапивница, и волдыри. Таким образом, к сожалению, дерматологические реакции точно так же могут встречаться при использовании иммунотерапии. Говоря об острых реакциях, я должен сказать, что, допустим, на фоне лучевой терапии реакции могут быть не только острыми, но и отсроченными. И здесь, в частности, была представлена работа, которая показывала, что дерматологические реакции, то есть сохраняющиеся покраснение зуд, могут сопровождать пациента достаточно долго, и это, так называемые, отсроченные эффекты от лучевой терапии, с которыми врач-онколог уже не будет встречаться, но пациент будет существовать достаточно долго и будет обращаться к дерматологу, но, к сожалению, в ряде случаев получить адекватные консультации от него он не сможет, потому что, к сожалению, пока что у нас нет четкого взаимодействия с дерматологами в этом направлении. Следующий важный момент – это попытки влияния на эти дерматологические реакции непосредственно на фоне лечения. Вот здесь очень интересная работа применения лучевой терапии у пациентов раком молочной железы. Использовали достаточно банальный метод. Одним пациенткам разрешали мыться на фоне лучевой терапии, а другим пациенткам зону облучения не разрешали мыть. И оказалось, что вы видите, какова частота появления дерматологических реакций практически в полтора раза ниже, чем в том случае, если пациентам разрешали использовать, грубо говоря, душ во время лучевой терапии. Я просто знаю, что иногда это есть рекомендация по профилактике, наоборот, невозникновения дерматологических реакций. Поэтому это является мифом, о котором мы должны помнить. Очень интересным направлением в борьбе с дерматологическими реакциями на фоне, в частности, и лучевой терапии является применение низкоинтенсивного лазерного облучения. Сейчас выходит масса приборов, которые используются. И вот видите, как раз исследование, опять же, у пациентов раком молочной железы на фоне лучевой терапии показалось, что использование низкоинтенсивного лазерной терапии способствовало практически семикратному снижению дерматологических реакций по сравнению с пациентами, которые не получали низкоинтенсивное лазерное облучение. Ладонно-подошвенный синдром и ладонно-подошвенная кожная реакция. Я должен сказать, что зачастую в клинической практике мы с вами путаем эти два явления, считая, что это абсолютно идентично. Нет, на самом деле это разные явления. Ладонно-подошвенный синдром мы говорим в том случае, когда мы применяем классическую цитотоксическую химиотерапию, а ладонно-подошвенной кожной реакции мы говорим, когда мы применяем таргетную терапию. Связано это с разными механизмами действий. Я на них не буду останавливаться. Но всё же в этом направлении также ведутся активные поиски. Вы знаете, что пытались применять и витамин В6, и другие методы. Но всё же сейчас пока что основным методом является применение с кремом мочевиной. Действительно, они хоть и немного, но способствуют снижению выраженности ладонно-подошвенной кожной реакции. И очень интересное исследование, которое было представлено уже на нашей конференции в мае, его делал доктор Кононенко, показало наши российские данные с применением нового препарата. Он называется Элима или международное название Маписал. Здесь, используясь две группы пациентов, которые получали либо классическую таргетную терапию, либо схему Фольфокс, было показано, что в этой группе пациентов, которые получали Элиму, частота выраженности кожных реакций была практически в три раза меньше, чем в группе пациентов, которые не получали этот препарат. Таким образом, на сегодняшний день, кроме кремов с мочевиной, у нас появился ещё один адекватный способ борьбы с ладонно-подошвенным и синдромом, и кожной реакцией – это крем Элима. Следующий вопрос – это вопрос реабилитации. Я должен сказать, что реабилитация – это часть поддерживающей терапии, это не какой-то отдельный метод. Но я сразу хочу сказать, что, к сожалению, в России истинной реабилитации онкологических больных нет. Почему? Потому что оказалось, что уже непосредственно при разговоре с нашими коллегами, которые занимаются специальной реабилитацией онкологических больных, мало того, чтобы было показано, что во всём мире недостаточно проводится реабилитационных мероприятий для этих пациентов, то есть частота нуждаемости гораздо выше, чем мы можем делать. Во-вторых, то, что мы называем реабилитацией, то, что мы применяем для неврологических больных, это совершенно два разных фрукта, хотя их можно назвать в одним словом реабилитацией. То есть те методы физических упражнений и подходов, которые подходят для неврологических пациентов, могут оказываться совершенно неподходящими для онкологических больных, и здесь нужно выстраивать совершенно другую тактику. Синдром анорексии кохексии. Вы знаете, что буквально последние 2-3 года появился прямо шквал работ и новых подходов для лечения и профилактики возникновения этого синдрома онкологических больных. В том году мы делали подробные разборы доклад. В этом году я должен сказать, что по-прежнему остаются те же наработки. Это 4 основные драйвера. Это потеря скелетной мускулатуры, это снижение потребления пищи, это включение катаболических факторов и непосредственно влияние на результаты лечения. Это так называемая европейская модель. Сейчас существует уже американская модель. Принципиально она преследует все те же цели, только немножечко в другом изображении. Это та же потеря мышечной ткани и все та же потеря аппетита и снижение потребления килокалорий. Что оказалось важным и к чему приходят практически все исследователи, которые занимаются синдромом анорексии кохексии, кроме непосредственного снижения функциональной активности и потери физической активности у пациентов, оказалось, что синдром анорексии кохексии способствует увеличению токсичности на фоне как классической химиотерапии, так и таргетной терапии. Связано это с тем, что мышечная ткань является важным метаболическим органом, который способствует не только физической активности, но и непосредственно метаболизму, вводимых в организм препаратов. И, конечно же, снижение потери мышечной ткани является важным предиктором общей выживаемости. Вы видите, что чем больше идёт потеря мышечной ткани, тем хуже ожидаемы результаты выживаемости у наших пациентов. В связи с этим проводятся попытки создания какой-либо мультимодальной концепции лечения синдрома анорексии кохексии. Вот так вот просто она выглядит. Но я должен сказать, что, к сожалению, это всего лишь теоретический подход. Почему? Потому что большинство препаратов, которые представлены на этом слайде, на сегодняшний день проходят только клинические исследования. И из доступных методов на сегодняшний день в рутинной практике, во всяком случае в России, мы можем использовать только глюкокортикоиды, мегистрол и нутритивную поддержку. Хотя даже использование этих трёх методов на сегодняшний день до конца в России, ну скажем так, используется недостаточно адекватно. Всё же я хотел бы остановиться на новом препарате, который, я думаю, что в ближайшее время появится у нас в нашей практике. Это препараты на морелин. Сущность его стоит в том, что это агонист грелина. Вы знаете, что грелин обладает выраженными физиологическими эффектами на все звенья в метаболизме у любого пациента. И применение этого препарата способствовало увеличению мышечной ткани и, конечно же, улучшению качества жизни в группе пациентов, получавших химиотерапию при немелкоклеточном раке лёгкого. Что, в общем, приоткрывает небольшие возможности терапии синдрома анорексии и кохексии. Хотя, повторюсь, что всеми исследователями поддерживается только одна точка зрения о том, что синдром анорексии и кохексии нужно профилактировать, а не лечить. В связи с тем, что лечить его пока что на сегодняшний день просто нечем. Следующий метод – это тошнота и рвота. Я должен сказать, что это фортпост, который мы пытаемся взять всеми силами и различными методами уже на протяжении, наверное, последних 20 лет. К сожалению, мало-помалу мы набираем эффективность в этом вопросе, но каких-то грандиозных эффектов в этом разделе в этом году мы не видели. Хотя ряд исследований, я думаю, будет интересны для клинического применения. В частности, это связано с лучевой терапией и при применении препаратов, которые относятся к умеренным метагенным режимам химиотерапии. Вы знаете, что сейчас химиотерапия как раз двигается больше в эту сторону, поэтому я думаю, что это будет интересно. Первое по поводу химиолучевой терапии. Достаточно большое исследование, более тысячи пациентов, которым проводилась либо лучевая терапия, либо химиолучевая терапия. Суть исследований состоит в том, что пациентам использовали тройную комбинацию. Это антагонисты НК1 рецепторов, то есть имент либо фосопрепетант, антагонисты серотониновых рецепторов, это пауноситрон, анданситрон и другие препараты, и кортикостероиды. Вы видите, что в группе пациентов, которые получали тройную комбинацию, результаты эффективности, то есть общего контроля, были гораздо лучше, чем пациенты, которые получали двойную комбинацию. И по подгрупповому анализе выяснилось, что особую эффективность составляют пациенты раком головы и шеи. К сожалению, объяснений этому пока что нет, но, наверное, в дальнейшем может быть какое-то будет, хотя может быть будет просто как клиническая группа для более прицельного назначения. Вернули наше влияние очень большое внимание именно к новой генерации антагонистов серотониновых рецепторов. Препарат пауноситрон, в России он называется оницит. Связано это с тем, что кроме прямого влияния антагонистов серотониновых рецепторов, оказалось, что этот препарат обладает перекрёстным воздействием. Он способен снижать, ингибировать субстанцию П, которая является, вы знаете, главным звеном для возникновения эмитических реакций центрального генеза. То есть действует непосредственно в химиорецепторной триггерной зоне. Так вот, опять же, в группе пациентов, которые получали химиолучевую терапию, применение пауноситрона в данной ситуации вместе с преднизолоном способствовало резкому увеличению уровня контроля эмитических реакций 57%. Вы знаете, при историческом контроле в 38%. Таким образом, вот эта дельта, она наконец-то была преодолена, что, в общем, способствует улучшению качества жизни. Об этом мы должны с вами помнить. И переходя непосредственно к группе препаратов с умеренным метагенным режимом химиотерапии. Достаточно большая и интересная работа. Вы знаете, что на сегодняшний день для умеренных метагенных режимов химиотерапии, кроме карбоплотина и схемы, и для карбоплотина и блеомицина, это позиция с исплотином, применение антагонистов НК1 рецепторов не рекомендовано. Там идёт двойная комбинация, это либо антагонисты серотониновых рецепторов плюс дексаметазон, либо новый препарат инициф плюс дексаметазон. Так вот, в этом исследовании была поставлена задача оценить эффективность тройной комбинации. То есть, всё-таки, можно ли повысить эффективность в этой группе при добавлении препитанты, фосопрепитанты. Действительно, что очень важно, оказалось, что увеличивается контроль именно отсроченных химиотерапийских реакций. Вы знаете, что это на сегодняшний день бич, потому что с острыми реакциями мы более или менее научились справляться. 93% – это достаточно высокая планка. Но вот отсроченные химиотерапии по-прежнему оставляют за собой тот негативный след, который беспокоит наших пациентов непосредственно дома. И, подтверждая свои слова о том, что мы сдвигаемся в сторону всё-таки менее химиотерапии препаратов, при обсуждении нового гайдлайна, который будет выходить в этом году от Международной ассоциации по поддерживающей терапии, вы видите, что достаточно большая группа препаратов была одобрена FDA, но практически все они относятся либо к умеренным метагенным режимам, либо даже большая часть, 31 агент, относится либо к препаратам группы низкого риска, либо минимального риска, что практически не требует применения метических препаратов. Поэтому это, с одной стороны, для нас хорошо. Следующий вопрос – периферическое поле нейропатия. Если вспомнить вообще историю борьбы с периферическое поле нейропатией, то есть очень хорошая работа Лапринзи 2014 года, которая объединила анализ 42 работ, посвящённых профилактике и борьбы с периферической поле нейропатии. К сожалению, никаких результатов это не дало. Единственным препаратом, который более или менее показывал снижение частоты периферической поле нейропатии на фоне применения оксалиплатина, являлся препарат Долоксетин, антидепрессант, но использовать его в широкой клинической практике у пациентов, допустим, получающих антиоксидантную терапию, является очень проблематичным. Но очень интересным оказалась работа по применению препарата ПЛИДОКС. Это на самом деле контрастное вещество для МРТ. Оказалось, что вот этот препарат ПЛИДОКС способствует, обладает, снижает уровень реактивных радикалов, таким и насыщает нервную ткань, способствует задержке магния. Таким образом, применение ПЛИДОКСа ассоциировалось со снижением на 43% выраженности поле нейропатии. Это второй степени. Таким образом, если ПЛИДОКС дальше пройдет эти необходимые данные до обследования, третьей фазы, то, возможно, мы получим то оружие, которое будет способствовать снижению выраженности периферической поле нейропатии. Остеопороз. Большая масса работ, которая ведется в этом направлении. Все говорят о том, что да, действительно, это проблема. Мы знаем, что эта проблема хорошо изучена для рака молочной железы. Но тут мне попалось еще одно исследование, которое было выполнено в этом году в МД Андерсоне. Оно показало, что кроме пациентов рака молочной железы, оказываются пациентки с опухолями органов малого таза. 40% также страдают этой проблемой. Поэтому, по всей видимости, эта группа пациентов будет потихонечку расширяться. Соответственно, так или иначе, нам придется учиться профилактировать это состояние. И новая работа, которая была доложена НАСК 2015 года, это адювантное применение Деносумаба у пациентов ранним раком молочной железы, получающих ингибиторы ароматазы. На 50% снижается риск скелетных осложнений на фоне применения Деносумаба в доте 60 мг 1 раз в 6 месяцев. Анемия. Опять же, все исследователи показывают и возвращают нас к тому, что анемия по-прежнему является той проблемой, которая беспокоит не только онкологов, но и пациентов. Вы видите, что чем дольше длительность лечения, тем выше риск развития анемии онкологических больных, а чем ниже уровень гемоглобина, тем хуже выживаемость наших пациентов, вне зависимости от того, насколько активно вы проводите тактику. Следующий фактор, на который обратили внимание в этом году, о том, что мы забыли о тактике ранней интервенции. Как правило, мы вспоминаем об эритрохпоетинах или вообще о методе лечения анемии при уровне гемоглобина ниже 8 г на децилитр, когда мы вынуждены останавливать химиотерапию. Так вот, очень большая работа, которая изучала именно тактику ранней интервенции, показала, что чем раньше мы используем возможности лечения анемии патогенетической, тем лучше мы добавляемся результатов, тем меньше нам требуется запрат и тем более эффективным будет наше лечение. Но кроме существующих методов, проводятся попытки найти и другие методы лечения, и в частности, одним из них является антагонист активина. Оказалось, что если заблокировать активин, то возможно увеличить эритропоэс. И одним из таких препаратов является препарат соторцепт, он уже прошел одно из клинических исследований у пациентов гемодиализного профиля и показал достаточно неплохой прирост уровня гемоглобина без эритропоэтинов. Поэтому я думаю, что в дальнейшем, возможно, этот препарат войдет и в практику непосредственно врачей и онкологов. Возвращаясь к вопросу о безопасности эритропоэтинов, вы знаете, что постоянно это тот вопрос «быть или не быть» философский, с которым мы с вами сталкиваемся, новый метаанализ, который вышел в этом году, показал, что нет влияния, отрицательного влияния эритропоэтинов в том случае, если мы применяем эритропоэтины строго по показаниям. И в ответ на это сразу в Великобритании, вы знаете, есть такая группа НИС, в ответ на это сразу одобрила и убрала то ограничение, которое существовало для эритропоэтинов. На сегодняшний день она одобряет применение эритропоэтина у онкологических больных, получающих химиотерапию. Таким образом, те ограничения, которые были наложены на эритропоэтины до сегодняшнего момента, они потихонечку уходят назад. Нейтропения. Здесь ряд интересных исследований. Первое, это была такая гипотеза, существовала о том, что может быть всё-таки достаточно только первые два курса проводить профилактику нейтропения, а затем дальше нет смысла. Оказалось, что нет. Вы видите, что в группе пациентов, которые как раз получали этот экспериментальный подход, частота фибрильной нейтропении была гораздо выше, поэтому этот подход мы отметаем. Очень интересное исследование, которое ещё раз подтверждает о том, что первичной профилактикой необходимо, она снижает риск смертности во всех группах пациентов. Но особенно это было хорошо показано у пациентов раком лёгкого и лимфомой. Было показано, что неадекватная профилактика, вторичная профилактика филгростимом способствует увеличению смертности и длительности нахождения пациента в клинике по сравнению с в том случае, если мы применяем достаточно длительную профилактику филгростимом. И очень интересное исследование, которое я, конечно же, хочу показать, это то, что оказывается 13% фибрильных нейтропении, которые случаются во время проведения рандомизированных клинических исследований, к сожалению, во всём мире просто не репортируется. Поэтому, когда мы берём клинические исследования и видим очень низкий риск фибрильной нейтропении, на самом деле это может оказаться совершенно неправильным. Поэтому помните о новых методах лечения, о том, когда говорят вам, что они абсолютно безопасны. Гептотоксичность. Это то ноу-хаус, которым сейчас активно работает наша рабочая группа. И у нас закончилась проспективная многоцентровая наблюдательная программа. Результаты эти мы докладывали как раз на майской конференции. Небольшое исследование, 99 пациентов, показало, что адекватное применение гептрава способствует снижению показателей, биохимических показателей цитолиза, снижению показателей внутрепечёночного холестаза и снижению выраженности тяжёлой и средней степени депрессии. Качество жизни. Качество жизни на сегодняшний день, если спросить каждого из вас, что вы знаете о качестве жизни, каждый скажет, ну это вот примерно тот набор каких-то факторов, которые мы исследуем. Но я должен сказать, что качество жизни на самом деле это очень серьёзный и важный инструмент не только в профилактике нежелательных явлений, но и вообще в оценке результативности любой программы лекарственного лечения, которую мы применяем. И в этом году профессор Татьяна Ивановна Ионова сделала блестящий доклад, который показал, что качество жизни является именно той интегральной оценкой, которая связывает поддерживающую терапию и непосредственно всю лекарственную терапию. И в принципе это подтверждает большое количество американских и европейских работ, которые проводятся по этой проблеме. Но я должен сказать, что не они являются лидерами, а мы с вами России, потому что, посмотрите, ещё Боткин сказал о том, что нужно лечить больного, а не болезнь, но мы, к сожалению, об этом на сегодняшний день, к сожалению, потихонечку забываем. Проблема обучения. Это тот материал, который мы ещё доделаем, и в этом году у нас будет обновлённая база, примерно где-то в 300-400 онков. Я должен сказать, что это проект, который был запущен два года назад, наша профессиональная организация «Русска». Он объединил достаточно большое количество городов. Суть этого проекта было не только предоставление научной информации, практической информации для врачей и онкологов, но ещё и получить данные, насколько хорошо мы с вами ориентированы в этом вопросе. Мы предложили нашим коллегам выполнить претесты перед началом школы и посттесты после начала школы. Семь разделов, в каждом из них по 3-4 вопроса. Правильным считалось ответы на все вопросы в каждом разделе. Пока что я представляю данные пяти городов, но с теми данными, с которыми мы столкнулись, показали, что, в общем, к сожалению, наши данные по вопросам поддерживающей терапии, они катастрофически низкие. Мы с вами очень и очень мало знаем. Мы великолепно знаем о том, как лечить, но как помогать пациентам с токсичностью, к сожалению, пока что мы знаем очень и очень немного. Возможно, в отклик на это мы сделали небольшой проект, проект попытки индивидуализации программ по поддерживающей терапии. Мы взяли три основополагающих метода. Это коррекция неймей, нейтропинии, назначение осте-модифицирующих агентов. Вначале наша рабочая группа, здесь она представлена, разработала рабочую версию так называемых калькуляторов. Вот на слайде вы их видите, они были исполнены в бумажном варианте. Эти калькуляторы мы разослали нашим коллегам в этих городах. Мы им очень и очень признательны за ту кропотливую работу, которую они выполнили, за те ответы, которые мы получили. Я должен сказать, что эти калькуляторы получили очень высокую оценку наших непосредственно практикующих врачей, что было одобрено на нашей весенней конференции по поддерживающей терапии. И, пользуясь моментом, я приглашаю вас на следующий год на нашу весеннюю конференцию по поддерживающей терапии. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, готов ответить, либо... Спасибо. Спасибо.